Я живой пример того, что можно начать бизнес с нуля в Украине, не имея не то что денег, а не имея даже представления о том, как это делается. Очень часто в последнее время мне пишут в соцсетях, поделись, пожалуйста, у тебя уже мне говорят, начинай инфобизнес, практически каждый день спрашивают, как тебе это удалось, что? И я людям честно отвечаю, я смотрела бизнес-молодость, я нашла себе наставника, это может быть кто угодно, просто человек, который тебя вдохновляет. Я читаю каждый день определенную литературу, то есть я не читаю унесенный ветром, я читаю целенаправленную литературу, маркетинг, бизнес и так далее. Я считаю, обязательно это должна быть бизнес-литература, бизнес-видео, обязательно психология, которая тебя мотивирует, обязательно какая-то идеология. Это все в сумме дает, то есть это должен быть беспрерывный процесс. Возможно, в чем-то мне еще помогает моя идеология, то есть я веган-сыроед, у меня есть огромные цели жизненные. Для какой-то женщины успех это выйти замуж за любимого мужчину, родить ребенка и быть счастливой, это успех. Для кого-то успех это просто быть собой, делать то в жизни, что тебе нравится и при этом жить в какой-то маленькой хижинке, как многие сейчас модно, уходят куда-то в джунгли жить и отказываются от всех своих миллионов. Для кого-то успех это получить какую-то докторскую степень, сделать открытие в научном мире и так далее. То есть успех это очень относительное понятие. Для меня успех, например, когда я действительно счастлива тем, что я делаю. Мне очень жалко людей, которые ненавидят свою работу, проклинают ее, уходят на нее с 8 до 6, и живут так по 30-40 лет и выходят на пенсию, они понимают, что жизнь в унитаз лита. Мне реально жалко таких людей. Я невероятно счастлива, считаю это успехом, что мне удалось как-то связать свое призвание, то, что мне нравится, с тем, что я делаю и с помощью чего я зарабатываю деньги, с помощью чего я хочу влиять на мир. Один из критериев успеха для меня, когда то, что я создаю, то, что я придумываю, действительно является нужным и полезным людям. И чем большему количеству людей это нужно и полезно, тем больше успех я чувствую сама для себя, как реализация. Вау-эффекту ГОТ – это такая платформа, методика, которая позволяет в очень короткие сроки выучить английский язык. Но родилась она не из пустого места и была взята неоткуда-то из воздуха, потому что я сама заканчивала Мэйн-Яс и 10 лет преподавала, то есть у меня были очень большие наработки, опыт преподавания. И за этот 10-летний опыт преподавания я поняла, что что-то работает неправильно, потому что очень много школ по изучению английского, очень много репетиторов, преподавателей, программ, методик, но почему-то английский при этом изучается по 10-15 лет или минимум 3 года, но очень усиленно, обязательно с огромным количеством учебников, таких вот очень сложных упражнений и так далее. Я для себя поняла, что это неправильно, почему иностранные студенты изучают любой другой иностранный язык за год, допустим, кореец приезжает в Германию, не зная немецкого языка, он изучает год и потом обучается на врача, еще на кого-то, правильно? А у нас детей мучают фактически, я не знаю, с ясель, ни мы никак не можем выучить английский. Поэтому, начав преподавать, я стала искать вот такие правильные подходы, у нас не может обучаться каждый желающий, то есть обязательно человек проходит собеседование, но не на уровень знания английского, и нам совершенно не важно, какие у него были знания до этого, на момент обучения, нам важно понимать мотивированность человека. То есть у нас есть три-четыре базовых вопроса, которые мы задаем. Первый. Зачем вам английский язык? То есть для работы, для путешествий это не ответ. Конкретно, зачем мне английский, вот прям как он изменит мою жизнь? Как знание английского повлияет на моё будущее дальнейшее, да? Второй вопрос. Как вы узнаете, что вы знаете английский? Люди почему изучают годами? Потому что они впряглись в это, а точку B себе не поставили, да? То есть если ты знаешь, что вот сегодня я там то-то, и через месяц я хочу иметь то-то, ты это достигаешь, да? Либо не достигаешь, либо передостигаешь, да? И человек, начиная изучать языки, он не понимает, что он хочет иметь по итогу, поэтому это тянется год за годом. И вот мы своим ученикам вначале обязательно ставим задачу, да? То есть ответ нормальный — это я узнаю, что я знаю английский язык, когда я смогу смотреть BBC и понимать 70-80%. Я пойму, что я знаю английский, когда я смогу читать «Киевпост» и понимать для себя 70%. Тоже перфекционистами быть не надо, 100% — это нереально. Вот, и так далее. Третий вопрос — как я себя отблагодарю? Очень часто человек, люди себя не благодарят, да? Не вознаграждают, они достигают в жизни каких-то результатов, но потом это как-то сходит на «нет», они не понимают кайф, они чувствуют кайф, они говорят сами себе спасибо, да? Я это сделал, да? То есть и потом организм, вот подсознание не дают нам новую энергию, не дают нам новый толчок действительно хотеть чего-то достигать и этого достигать. Поэтому каждый наш клиент, ученик обязан сказать, что когда я выучу английский, когда я смогу вот то-то и то-то, что я себе запланировал, я там поеду в Нью-Йорк, я куплю себе новый ноутбук, я ещё что-то, я как-то сам себя отблагодарю. Трудность в том, что никто палки в колёса не ставит, мне бы не сказала, да, там, ни государства, ничего такого нет, да, никакие там рикетиры и всё такое. Есть просто определённый круг людей, для которых английский – это бизнес. Я говорила об этом на каждом своём выступлении, да? То есть на постсоверенном иностранстве английский – это бизнес, это выкачка денег. Каждый раз я это говорю, каждый раз я думаю, ну когда-то и получу пулю в лоб, да, за это. Но когда-то нужно ставить к этому конец, когда-то нужно систему, да, ломать и строить другую. Там, я не знаю, Лютер Кинг, да, там и другие люди, Линкольн, Кеннеди и так далее. Потому что если этого не делать, то, к сожалению, мир совсем скатится куда-то не туда, куда нужно. И проблема… Ну я даже не считаю, что это проблема. Мой бизнес-тренер учит меня, что нет проблем, есть задачи, да, которые нужно решать. Нет ничего плохого – это всё тебе всегда в пользу. Есть определённые люди, определённые, возможно, компании, названий которых я не знаю, которым я неудобна, которым неудобна моя методика, моя система и то, что я людям открываю глаза не только на изучение английского языка, что это не должно занимать годы, а на какие-то вот просто жизненные вещи, да, мировоззрение, политику и так далее. Как представительница крымско-татарского народа, который никак не может отвоевать свою землю, да, я могу сказать, что Украине не надо никому присоединяться. Вот это моё истинное мнение. Я, естественно, про европейской ориентации, но у Украины очень мощный ресурс, очень мощный, да, то есть я уже молчу об этих, да, там всякие чернозёмы и так далее, да, запасы, ресурсы и так далее. У нас очень умная нация, то есть вот мы обучаем людей, большинство из них программисты, которые очень талантливые, они уезжают в Канаду, в Австралию, в Америку, да, их приглашают крутые IT-компании, и вот наших украинцев они уезжают, да. Те же там врачи, ветеринары, не знаю, очень много людей. У нас очень умная нация, очень волевая, ну то есть, да, два Майдана это показали. Мы тоже можем быть очень сплочёнными. Слабые пытаются кому-то примкнуть. И да, мы слабые, но у нас есть очень много ресурсов, чтобы ощутить и понять и осознать свою силу и быть действительно самостоятельными. Я понимаю, что это сложно, потому что, с другой стороны, у нас есть постоянный агрессор, который не даст нам свою силу почувствовать, и нам хотя бы на какой-то период, на какое-то время нужно, да, действительно кому-то под крылышком примкнуть, чтобы вот как-то, не знаю, стать крепче, да, чтобы эти пёрышки вот окрепли. Но всё-таки в целом и в будущем я считаю, что Украина вполне может и должна быть вот действительно независимой. Я действительно люблю Украину, несмотря на то, почему я её люблю и почему я не хочу уезжать, потому что опять-таки я беру свою ответственность за свою жизнь, на себя, за своё будущее. Я не надеюсь на правительство, которое сменится, да. Я понимаю, что если я сама на себя могу рассчитывать и что-то делать, значит я могу сама сформировать в себе такое будущее, которое я хочу и которое я вижу. Я хочу жить в Украине, я хочу жить в этом менталитете. Я особенно, как ты говорил про Майдан, да, когда видишь, насколько люди миллионы сплочаются, насколько победа Джамалы, да. Но смотри, весь Фейсбук, вся страна, неважно какая национальность, это было настолько круто, это не была просто победа на Евровидении, это было что-то настолько намного более глубокое, да, вот прям, я не знаю, я не спала до пяти утра, вот все мурашки по коже, это прям, ну это просто, просто что-то невероятное было, да. И что я хотела тебе сказать. А, я хочу жить в этом, я хочу питаться вот этими вот эмоциями людей. Особенно я хочу увидеть, как украинцы наконец-то вот почувствуют свою силу, да, и начнут своими руками идти дальше, это делать, и я хочу попасть в этот тренд, да, вот в это течение, вот как было во время Майдана, когда люди зажиглись, да, когда люди, вот все изменения, это невероятно тебя накачивает. Особенно сейчас, если мы начнем это все делать по-другому, то это просто будет вот такая страна. Конечно, я хочу в ней быть. Каждый день мы делаем выбор, либо мы счастливы, либо мы несчастливы, либо мы хотим быть обеспеченными, либо не хотим, либо мы хотим говорить на украинском, либо не хотим и так далее. Мы хотим идти вперед, или не хотим, мы хотим вообще жить, или не хотим, да. И просто нужно заглядывать в себя и каждый день задавать себе вопросы, просто понять, ну вот я, наверное, сейчас сформировала, просто понять, что ты и только ты можешь что-то в своей жизни изменить. Всё.